В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Накануне Дня защитника Отечества в культурно-досуговом центре состоялся праздничный вечер для самых доблестных защитников Родины, ветеранов войны и тыла. В этот день им торжественно были вручены юбилейные медали «75 лет победы Великой Отечественной войне». Юбилейная медаль «75 лет победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручается участнику войны Нурулину Амирьяну Нурулиновичу. Самые почетные места в зале были заняты ветеранами. В силу возраста и состояния здоровья из 10 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем районе, смог присутствовать только один – Амирьян Нурулин. А всего в этот день медали из рук главы администрации района Ильшата Вазегатова получили более 30 человек. Уважаемые и на улице, 23 февраля – замечательная дата для всей страны. День памяти и гордости. В этот день мы чествуем ветеранов, отстоявших нашу Родину в боях, солдат и офицеров, которые сегодня на боевом посту, и всех, кто воинской доблестью и мирным трудом укрепляет славу и мощь Великой России. Наша святая обязанность – чтить память воинов, не допустить искажения истории о героических подвигах российского народа, сохранить мир, который отстояли они ценой собственной жизни. И сегодня тем сильнее наша благодарность и уважение к тем, кто носил и продолжает носить военную форму, кто бережет покой матерей, детей, стариков. От души желаю всем, кто воевал, служил и служит в армии, тем, кто готовится стать в ее ряды, и всем присутствующим долгих лет жизни, здоровья, успехов вратной службе и мирного неба. Спасибо за внимание. С праздником еще раз. С приветственным словом выступил военный комиссар города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харисов. В торжественной обстановке он вручил удостоверение воинам воздушно-десантных войск. Много добрых и приветственных слов было сказано в этот день в адрес защитников Родины. И настоящим подарком стал праздничный концерт, подготовленный лучшими коллективами района. В преддверии Дня защитника Отечества свои заслуженные награды получили ветераны Великой Отечественной войны, прописанные в Янаульском районе. Тех, кто действительно защищал свою родину, проявив стойкость и мужество в годы войны, глава администрации района посетил на дому и вручил юбилейные медали, посвященные 75-й годовщине Победы. Первым делегация посетила ветерана войны Катифа Гореева. Глава администрации района Ильшат Фазигатов вручил 96-летнему ветерану юбилейную медаль, поблагодарив за мужество и отвагу, проявленную в годы войны. К словам благодарности присоединились председатель Совета ветеранов района Рима Фазылова и военный комиссар Марат Харисов. Этот день стал приятным событием и для супругов Портных. Григорий Михайлович из рук главы получил юбилейную медаль ветерана войны и памятные подарки. Александра Афанасьевна – юбилейную медаль труженика тыла. Своими воспоминаниями с гостями поделился ветеран войны Герфан Якупов. Как отметили представители делегации, такие люди, как Герфан Нугманович, стали ярким достойным примером для подражания последующим поколениям. Когда началась война, Анастасии Плотниковой было 9 лет, но увидеть и испытать за годы войны Анастасии Ивановне пришлось немало. Вручение медалей и памятных подарков – это еще один способ выразить слова благодарности и уважения человеку, вынесшему все тяготы военного лихолетия. Тагир Мухаммедов в 1943 году отучился в военно-пехотном училище. С 44-го служил в воздушно-десантных войсках, награжден медалью «За отвагу» орденом Отечественной войны второй степени. После войны работал шахтером в угле Уральск. Получив травму, вернулся в Янаул. Уже многие годы рядом с ним супруга Саима Нургалиевна. Супруги Мухаммедовы были награждены юбилейными медалями ветерана войны и труженика тыла. Райми Ахмадиев воевал с 1943 года, был связистом. После войны долгое время служил в Румынии и Венгрии. Домой вернулся в 1950 году. Работал учителем в Новоартаульской школе. Сейчас проживает вместе со своей супругой Сагдей Кудусовной, тружеником тыла. Она поделилась своими советами и наставлениями. На территории нашего района проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны на сегодняшний день. Мы сегодня посетили семерых. Один из ветеранов сегодня в Уфе, поэтому не сможем. А Амриан Нурлинович вчера присутствовал в зале на торжественном собрании, там вручили. И один из ветеранов сегодня проживает в Бураевском районе. Сейчас поедем туда. Радует то, что все ветераны, которых мы посетили в хорошем уходе, дети ухаживают. Конечно, у них возраст почтенный, но намного они становятся оживленными после нашего посещения, я думаю. Они очень рады общению, рады тому, что им уделили внимание. Это наш долг. Великий подвиг совершили наши уважаемые ветераны, победив врага, фашистскую Германию. И они, конечно же, заслуживают особого отношения к ним. На этом, конечно, мы еще не завершаем серию вручений медалей. Дальше труженики и тыла получат медали на торжественных мероприятиях. И кто по состоянию здоровья не сможет на торжествах присутствовать, мы уже по домам раздадим. Равгат Магазов, несмотря на почтенный возраст, старается не унывать. Приезд у гостей был рад. Наград у ветерана войны немало. Каждый из них – отражение его заслуг. Вскоре к ним присоединится еще одна медаль, как символ не только пройденной войны, но и целой, прожитой до настоящего дня жизни. Спортивный конкурс «Мы за здоровое будущее» прошел в сельском доме культуры села Иткенеево 20 февраля. Состязались две команды – молодежь и поколение золотого возраста. Борьба развернулась нешуточная. Все участники проявили упорство, мастерство и демонстрировали хорошую подготовку. В выступлении команды сменяли музыкальные номера, подготовленные местными самодеятельными артистами. В упорной борьбе первое место заняла команда «Апельсинки». Проигравших не было. Все участники получили свои призы. Своим примером представители старшего поколения вдохновили молодых односельчан, еще раз напомнив о важности активного и здорового образа жизни. Сегодня в нашем Иткенеевском СДК в рамках проекта «Трезвое село-2019» прошло спортивное соревнование под названием «Ногу со спортом без алкоголя». Сегодня у нас участвовали две команды. Команды у нас взрослые, не дети. Две команды – команда «Дружба» и «Апельсинки». Участники очень активно подготовились. Они у нас поддерживают программу. То, что мы участники этого проекта, они очень активно поддерживают нас во время мероприятий. Международный день родного языка отметили в районной центральной библиотеке 21 февраля. С приветственным словом выступила председатель общества башкирских женщин Янаульского района Гульнара Валеева. В своем выступлении она отметила, что наши отцы и деды понимали значимость языка и передавали его из поколения в поколение. На литературно-музыкальном вечере под названием «Язык – душа народа» также выступил почетный гость мероприятия – председатель исполкома Курултая Башкир Рафаил Яхин. «Важно не только знать свой язык», – отметил он. «Нужно уметь и жить в согласии с другими народами, уважать их обычаи». Организаторы рассказали участникам мероприятия о том, что каждый язык интересен и многогранен по-своему. «Говорили об языке, истории, литературе, быте народа. Также прозвучали песни, стихи на языках, а также танцы башкирского народа. Звучал курай. Мероприятие прошло очень красочно и ярко». В субботу, 22 февраля, на базе станции юных техников прошло мероприятие «Папа-фест-праздник», на котором главные участники – отцы и дети. Организатор мероприятия – «Центр-семья». Подробности в следующем материале. Семейный выходной сделал досуг многих в этот день интересным и познавательным. С увлечением мальчишки слушали педагога военно-патриотического клуба «Батыр» Азата Якупова. Самые смелые затем смогли потренироваться в сборке и разборке настоящего автомата «Калашникова». «Понял. Только 45. Все, дальше. Нет, прикроем на другую. Теперь положил автомат. Ты стоишь туда? Нет, нет, вот сюда пошел. Детали раскладываются по порядку снять. Я искренне уверен в том, что мужчине необходимо, мальчику необходимо становиться мужчиной. А это все-таки человек, способный защищать то, что ему дороже. Занятие у нас проходит пока в США. Со временем мы переберемся в свой дом родной, дворец молодежи, когда там ремонт закончится. Там прекрасный кабинет нам выделили. Сейчас в данный момент занимаются однаглядной агитацией военно-патриотического плана. Спортзал оборудуется. Будет больше возможностей. Летом мы, как правило, набираемся на природу. Играем в войнушки. Педагогами станции юных техников были организованы мастер-классы по разным направлениям. В шахматной борьбе папы играли с детьми, поддерживали своих сыновей. В кабинете робототехники учились создавать роботов и работать со специальными программами. А на авиамоделировании мастерили самолеты. Пока мужчины занимались на мастер-классах, в зале с мамами беседу вели психолог и косметолог. По признанию организаторов, главной целью данного мероприятия является прививание доброй традиции совместного досуга со своими детьми и развитие внутрисемейного понимания в целом. На сегодняшний день данное мероприятие, семейный выходной, набирает обороты, пользуется популярностью среди семей, среди родителей и детей. Потому что здесь можно получить массу полезных советов, рекомендаций, научиться многому. Данное мероприятие направлено на развитие совместного времяпровождения семей, то есть родителей с детьми. Потому что в наше время не всегда получается проводить время со своими детьми. Защитника, воина, солдата может воспитать лишь мужчина. Для многих отцов незабываемые дни, проведенные с ребенком, большое счастье. Одним из таких дней стал Папа Фест, который и был посвящен Дню Защитника Отечества. Спортивное состязание в честь Дня Защитника Отечества прошло в детско-юношеской спортивной школе 20 февраля. В соревнованиях приняли участие семь команд. Свои силы проверили воспитанники военно-патриотического клуба «Батыр» и юно-армейцы нашего района. Ощутив себя практически солдатами во время исполнения задания. Перед началом состязания участников ознакомили с общими правилами. Подробно объяснили порядок действий и требования. Конкурсные задания рассчитаны таким образом, чтобы максимально точно воссоздать условия возможного боя. От участников требовалась не только хорошая физическая подготовка, но и слаженность действий. Одно из главных требований – скорость выполнения. Данное мероприятие мы проводим, посвящено оно десятилетию со дня героического подвига военнослужащих 29-го отряда специального назначения, а именно майору Николаю Злобину, а также лейтенанту Пётру Павлу Петрачкову. А также приурочено это мероприятие ко Дню Защитников Отечества. Подобные мероприятия мы проводим неоднократно. В данном мероприятии соревнования участвуют 7 команд. Проводим мы это с целью доведения для молодого поколения истории, а также чтобы для них закладывать жизненные ценности, патриотизм, здоровый образ жизни. Данные мероприятия мы проводим часто, чтобы с детства закладывать правильные жизненные ценности, патриотизм, здоровый образ жизни и бережные отношения к истории. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило историю, ведь невозможно осмыслить и понять настоящее, не зная прошлого. Каждый участник команды должен был преодолеть полосу препятствий. Помимо физических преград, один из этапов требовал от команды перенести условно раненого товарища, после чего продемонстрировать меткость, уничтожив стратегическую точку противников. Успехи у ребят разные, однако каждый из будущих защитников Отечества постарался максимально выложиться, преодолевая непростые для себя задания. Мероприятия все очень интересные, много всякого различного испытаний. Самое тяжелое было – это залазить по канату, потому что под конец сил уже не оставалось. И под матами проходить, так как форма не очень удобна, и обувь постоянно задевает. Следующим этапом соревнования была сборка-разборка учебного автомата Калашникова и стрельба из мелкокалиберной винтовки. По итогам соревнований победителем стала команда ЮНАРМИИ. Но вне зависимости от призовых мест, в этот день каждый из ребят приобрел дополнительные и полезные для себя навыки. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Только один день 27 февраля в МКДЦ города Янаул стоится ярмарка «День садовода». Здесь вы можете купить семена овощных и цветочных культур, луковицы и корни цветов. Лук сивок. Мы ждем вас с 10 до 18 часов. Открывайте ворота! Масленица пришла! Участников не перечесть! В программе театрализованные представления, награждение победителей конкурса на лучшее изготовление чучела, спортивные состязания, массовое гуляние. Начало в 12 часов. Добро пожаловать! Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Здесь все помнят, и кто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871.